Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Симметрия в нашей игре имеет очень важную роль. Многие дебютные позиции являются симметричными или почти симметричными. И умение по крупицам накапливать мельчайшие преимущества в подобных почти равных позициях всегда было признаком шахматиста высокого класса. Сегодня мы с вами рассмотрим отличную партию молодого российского гроссмейстера Даниила Дубова, которую он сыграл против своего соотечественника Дмитрия Кокарева в рамках командного чемпионата России в 2014 году. Д4 пошел Даниил, Дмитрий же ответил ходом Д5, С4, ДЦ. Черные избирают принятый ферзевый гамбит. К3, К6, Е3, Е6, С4, С5 и ФЕ2. А6, ДЦ, С5, Рокировка, К6 и А3. Черные отводят слона на Д6 в преддверии хода Б2, Б4. Белые же связывают его по линии Д. Черный ферзь сразу покидает опасную вертикаль. К2, Д2, 2 0, Б4 и Б5. Слон Б3, Слон Б7 и Слон Б2. Получившаяся абсолютно симметричная с точки зрения пешечной структуры позиция несколько раз встречалась в практике выдающегося стратега прошлого Акибы Рубинштейна. Великий Акиба был большим мастером разыгрывания подобных положений как за белых, так и за черных. Стоит напомнить, что его бессмертная партия против Ротлеви была сыграна как раз в этой структуре. Что же в этой позиции делать Данилу Дубову? Нападением на Ф6 он вроде бы грозит испортить пешечную структуру черных на королевском фланге, но на самом деле, после сделанного кокоревым хода ладья ФД8, взятие на Ф6 ничего белым не давало. После взятия К4, Слон Е7. Небольшой дефект пешек на королевском фланге вполне компенсируется наличием сильного чернопольного слона. Позиция примерно равная. Поэтому Дубов поддерживает напряжение и располагает вторую ладью на открытой линии. Конечно, противостояние черного ферзя и ладьи белых неприятно. И лучше всего было подготовить ход ФБ8, сыграв симметрично ладья АЦ8, препятствуя при этом переброске коня путем взятия на H2 с шахом. Но Дмитрий Кокорев, успокоенный симметрией и, казалось бы, полным штилем на шахматной доске, сделал профилактический отход Слон Е7, защитив коня, но здесь Данил Дубов получил возможность захватить инициативу. Внимательно проследите за действиями белых. Конь Ж5. Этот ход стал возможен именно благодаря тому, что Слон черных отошел с Д6, и пешка H2 теперь вне опасности. Расчет белых строится на том, что ход H6, который бросается в глаза, стратегически не оправдан, потому что черные, по сути, подгоняют белого коня именно туда, куда он стремится. Конь ЖЕ4. Взяли-забрали. Далее внедрение на С5. Если черные еще и разменяются на этом поле, то у белых будет стратегически выигранная позиция. А иначе выдерживать давление белых очень и очень сложно. Поэтому Кокарев все же ставит ладью на С8 и позволяет Данилу Дубову нанести удар на Е6. Правда, он не последовал. Возможно, позиция после конь бьет Е6 показалась Дубову недостаточно хорошей. Давайте посмотрим дальше. Забрали. Шах. Кроль H8. Взяли. Съели. В итоге у белых ладья и две пешки за две легкие фигуры черных. Что, по сути, является определенным видом материального преимущества. Далее было возможно конь Б3, стремясь опять же поставить коня на С5. Ферзи 6. Размен на Д8. Конь С5. Взяли. Забрали. Позиция по-прежнему с перевесом у белых. Но все-таки наличие разноцветных слонов и возможность некоторой инициативы черных на королевском фланге, направленной прежде всего против белого короля, навели Данила Дубова на мысль, что с ходом конь Е6 можно повременить. И он сыграл H4. Вот такая активная расширенная форточка. Ферзь Б8 наконец сыграл Кокарев, но в этом положении опять же можно было нанести удар на Е6. Дубов же гнет свою линию. Он играет Ф4, имея в виду дальнейшее продвижение слоновой пешки и вскрытие диагонали А2, Ж8. Черным здесь дорог хороший совет. Кокарев принимает решение контратаковать пешку Е3. И после ферзь А7, Ф5 с нападением на Е6. Конь Д5. Данил Дубов просто защищает эту пешку вторым конем, сохраняя все свои угрозы на королевском фланге. Кокареву пришлось разменять своего довольно сильного чернопольного слона на коня соперника. После HG конь СЕ7, черные уходят в глухую оборону. Ну а Дубов продолжает свою атаку. Прежде чем приступить к решительным действиям на королевском фланге, он меняется на С8 и, наконец, вбивает гвоздь в позицию соперника, играя Ф6. Эта белая пешка Клин создает решающие угрозы по черным полям. После взятия G в конь G6, Дубов пошел в ферзь Аш5. И вот в этом положении Кокарев просто сдался. Очевидно, угроза белых весьма проста, но при этом очень сильна. Мат в два хода путем ферзь Аш6 и ферзь Аш7. Защититься можно, поставив ладью на G8, то есть король Аш8 и далее ладья идет на место короля. Но в этом варианте скрывается красивая матовая идея, довольно стандартная для подобных положений. Дубов в этом случае забрал бы на Д5. После взятия съел бы ладьей, нападая на Д8. И на ладья G8, предварительно защищая поле G7, следует симпатичная Ферзь Аш7 и после взятия мат ладьей. Вот такая довольно короткая, уложившаяся в рамки миниатюры партия двух российских гроссмейстеров. Данил Дубов мастерски использовал ошибки своего оппонента и, захватив инициативу в абсолютно симметричной позиции, создал сильнейшую атаку на вражеского короля. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за ваше внимание. До свидания.